Все и так дорогие друзья, снова мы изучаем великую мудрость царя Соломона и сегодня у нас 56 урок, собираемся в наш виртуальный бэтмидраж, только собираемся в виртуальный бэтмидраж, все это самое, так привет Давид, о у нас сегодня Давид, жарко, вообще это очень отлично, отлично. И значит, ну что, воскресенье, кто там у нас на связи? Все, что-то нету никого, смотрим. Ну что ж воскресенье, а не, уже два человека, Виктор Комиссарук, правильно, О, Лилия Берман, все, это просто чуть-чуть фейсбук тормозил, значит, самые у нас вообще мощные, надежные люди, они есть, накапливается потенциал Светлана Карачева, молодец, шалом. Всем шалом, значит, как я пока все собираются, расскажу анекдот, как в советское время была передача, радиопередача «Песня по вашим заявкам», то есть надо было написать, чтобы послушать песню, надо было написать письмо, бросить его в ящик, письмо доходило до передачи, они его достали. В общем, ну, это не как сейчас, знаешь, нашел песню в гугле и все. И вот, значит, передача «Песня по вашим заявкам», значит, ну, открывают письмо они. А вот нам пишет Иван Петрович из села Солнечное, просит поставить его любимую песню «Валенти», значит, мы выполняем с радостью просьбу Ивана Сергеевича из села Солнечное, значит, и включаем песню «Валенти, Валенти», ох, не подшиты станете, наслаждайтесь, Иван Сергеевич. Значит, проходит еще пару месяцев, опять они открывают письмо, о, опять пишет наш постоянный радиослушатель Иван Сергеевич, хочет он поздравить свою жену с 80-летием и просит поставить его любимую песню «Валенти», и мы с радостью выполняем вашу просьбу, Иван Сергеевич, вот опять звучит песня «Валенти». Проходит про еще несколько месяцев, они получают письмо, о, опять пишет наш постоянный Иван Сергеевич, наш постоянный радиослушатель, и, значит, вот он просит поставить свою любимую песню «Yesterday» группы «Beatles». Иван Сергеевич, не выделайтесь, ставим вашу любимую песню «Валенти». Так что, продолжаем изучать Мишли, ничего нового у нас сегодня не будет, будем, я думаю, ближайший год будем изучать Мишли, потому что мы сейчас только 56-й урок, 8-я глава, 20-й отрывок, мы сейчас 20-й отрывок, 21-й отрывок, двигаемся серьезно, вперед, продвигаемся, значит, сегодня будем мы быстро двигаться, я посмотрел, объясню тоже почему. Значит, 21-й отрывок, он опять объясняет, что дает Тора, то есть он объясняет нам, поднимает мотивацию, то есть, как бы в любом деле у человека, человеку очень важно в любом деле, чтобы понимать, зачем ему оно надо, и что оно ему даст. Чем больше у тебя ответа на вопрос, зачем тебе это надо, почему это важно, тем больше у тебя мотивации, чем меньше ответов на вопрос, зачем это надо, тем меньше мотивации. Поэтому Шлом Амелых, он нам продолжает нас мотивировать к изучению Торы. И он нам говорит, что Тора, она нужна для того, чтобы Лянхиль, Уавай, Еш. Чтобы унаследовать, дать наследство любящим меня. Бог говорит, я через Тору. То есть, хочу дать любящим меня Еш. Еш это реальность. И их сокровищницы я наполню. То есть, Бог, он хочет давать. Он для этого создал мир. То есть, если бы он хотел разрушать, он бы не создавал мир. Если бы он хотел зла, он бы ничем не сделал. То есть, это то, что мы знаем про Бога, он хотел давать добро. Да? Теперь он дает добро. Но добро, чтобы человек, он радовался тому, что ему дают, ему нужно это добро заработать. И Бог создал такую схему. Значит, у тебя есть возможности, потенциал. Ты реализовываешь этот потенциал, и ты радуешься тому, что ты это заработал, получил и так далее. То есть, так работает вся система. Теперь, как он это делает? То есть, человек, он должен же знать, что делать. Это Тора. Тора ему объясняет, что делать, как делать. Теперь, если ты любишь Бога, значит, ты выполняешь Тору, и он любящим его, он дает ешь. Ешь – это реальность. Потому что все остальное, кроме Тора, это иллюзия. Ну, человек живет в мире иллюзии, он что-то сам себе выдумывает, сам же гоняется за своими мыслями. Сам же потом, когда их догнал или не догнал, дает какие-то оценки. Вот, я рад, я не рад, я в трагедии, я не в трагедии, я хочу, я жду. То есть, человек все время в своем каком-то иллюзорном мире живет. А Бог говорит, тем, кто любит меня, я хочу через Тору дать им истинную реальность. То есть, я им хочу показать реальный мир, где, вот, как оно все работает. И я их вывожу в состояние реальности. В Ацаратеем Амале. Я наполню их сокровищницей. Что за сокровищница? У человека там в реальности, кроме его самовосприятия, ничего нет. То есть, есть известная история, как один человек, он сидел там нищий, был на скамейте в парте, и у него ничего не получалось, он в жизни был в такой депрессухе. И к нему приходит, подходит какой-то один человек, так хорошо одетый, и, значит, говорит ему, а что ты, что с тобой? Он говорит, да, у меня все в жизни рушится, все такое. Он говорит, так, смотри, говорит, я сейчас тебе помогу. Вот я тебе сейчас выписываю чек на миллион долларов. Вот, это чек. Только я тебе советую, просто его, пусть он у тебя лежит на крайний случай. Просто знай, что он у тебя есть. И он его положил, схватил этот чек, побежал его, спрятал. И он у него, бах, он знает, что у него есть миллион долларов. Он сразу побежал туда-сюда, у него такое состояние, он там, ну, то есть, он на этой уверенности, он начал двигаться, действовать, туда позвонил, сюда позвонил, друга кого-то встретил. Тот его там, ну, в общем, пошло-поехало, пошло, он так этот чек и не обналичил, потому что миллион долларов тяжело было обналичить. И через год, а тот ему назначил встречу, через год встретимся, ты мне этот миллион отдашь. Обратно. И через год они встречаются, тот уже устроил полностью свою жизнь, приходит туда, значит, а того нету мужика. Он думает, пойду, значит, сейчас это, ну, найду как-то его, начинает искать по адресу, приходит по адресу, который там тот ему дал, в общем, того тоже нету. Спрашивает он, а где этот, который миллионер? Он, какой миллионер? Он говорит, ну как, тут не один миллионер, выписал чек на миллион долларов. Ему говорят, какой миллионер? Он сумасшедший, он на дурке, просто его тогда на неделю выпустили, а он это самое. А оказалось, что он был сумасшедший, и он ему просто дал этот, ну, бумажку, которая ничего не стоила. Но тот, когда он был уверен, что ему эта бумажка поможет, да, то у него появилось самовосприятие другое. Так теперь, когда человек, он думает, что у него есть деньги, которые лежат, например, в каком-то банке, а банк может завтра закрыться. У него, вот у меня есть один знакомый, реально, это удивительная история. Он, вначале у него не было денег, потом он сильно разбогател, он сильно разбогател, ну, там, 5 миллионов долларов он заработал, вот сразу. И потом он все эти 5 миллионов долларов потерял. В одном банке банк закрылся, в другом банке банк закрылся, в третьем он вложил все в проекты какие-то строительные, прогорело все это, строитель ничего не достроил. То есть, вот он просто потерял практически все деньги, представляете? И получается, что, когда у человека есть деньги, то это не факт, что они у него останутся. И есть известная история про Ротшильда, когда Ротшильд, он, его спросили как-то, сколько у вас есть денег, а он говорит, вот называют сумму там, и сумма намного меньше, чем люди думали, что у него есть. Его говорят, а почему так мало? Ну, то есть, он говорит, я вам называю сумму, которую я раздал нацдаку, на благотворительность. Эти деньги, они навсегда со мной. Это та митсва, в которую я, которая, ее от меня не отнимешь, она со мной навсегда, на вечность. Все остальное это не мое. Это все мне Бог дал в пользование, оно как бы вроде мое, вроде не мое. Сегодня есть, завтра забрали, то есть, все остальное не мое. И вот это то, что говорит Бог Черешлома Мелыха, что Тора нужна для того, чтобы дать в наследство любящим меня реальность, настоящую реальность. Потому что Бог, это и есть вечная реальность, такая настоящая. И я их сокровищницы наполню, то есть, они будут наполнены вот этими митсво, заповедями. Это настоящая сокровищница. 22. Ашемка ныне решит дарко, Бог меня установил началом своего пути, кедем мифалав маас, перед тем, как начались его действия с тех пор. Вообще непонятно, без объяснений непонятно. Что значит Бог, это как бы, это сейчас говорит Тора, да, от имени Бога. А Шлома Мелых, он просто передает царь Соломон. Что Бог меня приобрел в начале своего пути, перед тем, как начал он действовать. Значит, дальше будет объяснение всего это, начиная с 23-го отрывка. Значит, дело было так. Бог непостижим. То есть, ну вот, без структуры, нет ни структуры, ни начала, ни конца, энцов, бесконечность. Но нет ничего, что можно было бы описать. Потом у него появляется идея о мире. То есть, а надо бы сделать мироздание. Ну, то есть, не было слов, а было только его намерение и идея. Вот это намерение было Торой. То есть, это намерение, когда из Бога, который был, он вне структуры, вне восприятия, вне постижения, вне понимания. То есть, и тут появляется что-то из этого не структуры. Появляется вот это вот намерение, вот оно прям, и начинает это намерение уплотняться. И это вот это как раз Тора. В начале своего пути, еще до того, как были действия. Потом это намерение, оно структурируется все больше и больше. Начинаются вот эти все сферы, там, миры, которые формируются. В этих мирах появляются разные такие силы, ангелы, там, вся вот эта вот иерархическая структура. Потом только на последнем, последнем этапе все это уплотняется до мироздания уже материального. Но все это есть, все это вот этот разворот этой как бы ДНК Торы. Как вот из ДНК восстанавливают человека, да, то есть из одной как бы какой-то записанная какая-то, ну вот ДНК. Я не знаю конкретно, что такое ДНК. Но есть какая-то в клетке, есть какая-то такая вот, ну там, ну не знаю, какая-то штука такая, состоящая из атома в молекул, в которой записан код всего человека. Из одной этой ДНК можно восстановить, как бы понять все тело человека, все. Вот это вот Тора, что Бог в начале его намерения, в начале, как написано, Бог Канене, Бог приобрел меня. То есть он меня, ну, сделал, да, в начале своего пути, перед тем, как начались еще все действия. Поэтому говорят, что Тора была как чертеж, и одновременно она же была и инструмент, и одновременно она же была и материал. То есть оно разворачивалось и вот так развернулось. Дальше, 23-й отрывок. Мэулам Нисахти Мирош Микадмэй Орец. Значит, от начала всего Нисахти. Нисахти это как царь, как принц такой, да. То есть от начала она была как бы вот этот правителем, да. То есть то, что устанавливает законы, это называется правитель. То есть были заложены вот в этой структуре, была заложена уже структура мира в самом начале. То есть это как человек, который там один сперматозоид, да. И этот один сперматозоид, в нем уже заложен будущий человек. Как бы его структура, да. И этот он заходит, зашел в яйцеклетку. Внедрился в нее. А одна клетка как была, так и есть. Просто в нее внедрился один вот этот сперматозоид. И пошел процесс. Пошел разворот, разворот. Две клетки, четыре, восемь, шестнадцать. И с каждой клетки пошло, пошло дальше развиваться новая ткань. И появляется человек. А в нем уже вот этот сперматозоид, он в нем продолжает разворачиваться. Разворачиваться, разворачиваться, разворачиваться. И этот человек дальше, он растет, 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 растет. Оп. Потом, что потом? Потом он умирает. Но у него остается тоже вот эта как бы структурка, да. Вот это вот как, ну там, некая точка, да, информационная структура. Она уходит дальше в следующий мир. Дальше то, что уже на эту точку наделось, оно дальше разворачивается еще куда-то. Ну там и так далее. То есть, дальше Тора говорит, что от начала я была как правителем. Мирожми кадмайрес. Что это было еще в начале, как в голове. В начале, перед тем, как возникла земля. Два четвертого отрыва. Когда еще не было Теомот, Тхом, это было в начале Тогу-Вавогу. То есть, земля была в начале хаосом таким. То есть, вся даже материальная структура, как Бог ее в начале создавал, большой взрыв, вселенная, оно все было неупорядочено. И потом, значит, потом оно все упорядочилось. Вот этим намерением, да. В начале еще не было, когда еще даже не было вот этого Тогу-Вавогу, а я уже была. Бен Мая Нот Нибадэ Мая. То есть, еще до того, как появилась вода, основа жизни, да. То есть, все мироздание состоит из четырех элементов, как бы, да. Воздух, вода, земля, огонь. Так, Тора была еще до этого. То есть, Тора это организующая структура, которая организует все это мироздание. И, значит, поэтому я быстро иду. То есть, это вещи, которые познавательные, но не практические. И я, как бы, ну, то есть, ну да, вот так оно было, так оно развернулось. Там, кому-то интересно, кому интересно изучать ДНК, там, это они изучают глубоко. Есть Каббала, которая как раз рассматривает все вот эти вот моменты. Это называется Маасе Берешит. Начало, начало Берешит, ну, начало сотворения мира, да. То есть, это есть люди, которые от этого просто, они прямо, у меня есть пару знакомых таких, они просто от этого прутся, вот им интересно узнать, как это все там было. Мне вообще не интересно, например. То есть, я знаю, что оно было, я понимаю, ну, технологию, как оно было. Ну, так, в общих чертах. И, да, поехали дальше. Это как есть люди, которые изучают, как устроен тепловоз. Вот им интересно, как тепловоз устроен, как двигатель устроен, да. А есть люди, которые любят ездить на паровозе, кататься. Им вообще не важно, как он устроен. Или как, есть люди, которым интересно, как компьютер устроен, да. А есть люди, которые пользователи компьютера. То есть вот я пользователь, поэтому я сейчас в это вдаваться не буду, но те, кому интересно, есть уроки Торы именно про вот эти все сферот, как это все работает, как этот весь свет божественный преломлялся, как эти все структуры формировались, какие там есть 10 сферот сквозь которые проходит божественный свет, какие есть миры, там есть вот этот мир, которым мы находимся, мир действия называется. А там есть мир сотворения, мир какой-то Ацелуту, я даже не знаю, как Ацелут переводится, да? Это самый высший мир, по-моему, Ацелут. Собственная сущность. Ну, да. То есть есть, все это есть, но мы сейчас быстро проходим, потому что, ну, как бы, это не моя специализация, скажем так. Мир Ацелута, это вообще не моя специализация. Двадцать пятый отрывок. Бетерем, Арим, Адбау. То есть, перед тем, как горы, Адбау это Тева, Тева это природа. Есть слово Элоким, Элоким всесильный, Бог всесильный, да, творец на иврите, это Элоким. Его гематрия, числовое значение, это природа. То есть, Элоким это собрание всех сил. Бог это сила, одно из его определений, да, есть Бог, который лежит за пределами мироздания. Юткей Вавкей, это Ашем. Есть Эль, это сила, то есть, ну, сила, весь этот мир, это энергия, это энергия. Элоким это собиратель, не собиратель, создатель всех сил, всех энергий, всесильный. То есть, вот Бог всесильный, Он сотворил все процессы, все силы, и Он ими же управляет, есть единый центр управления. Так здесь написано, Бетерем, Арим, Адбау, перед тем, как горы появились, ну, вообще природа вся появилась, Лифней, Гваот, Холальти. И перед теми, и еще перед всеми высотами, горами, там, океанами и так далее, уже я была. То есть, Тора уже была перед всем этим, это как чертеж, структура. Значит, Адло Аса Аретс Вехуцот, пока еще Бог не сделал землю, и Хуцот это, ну, то, что ее, там, поля, все вот эти, наполнения всего этого, Верош Афрод Тевель. И пока он еще не сделал, ну, всей вселенной, ну, пока была не завершена вселенная, Тора уже была. То есть, понятно, да? То есть, здесь нам объяснено, что такое Тора. Вот большинство людей не понимают, что такое Тора. Вообще, они думают, Тора это книга, Тора это правила, Тора это законы какие-то. Все это, все это Тора, все это входит в Тору. Но Тора это структура мироздания. Тора это внутренняя структура, чертеж мироздания. И когда мы изучаем законы, когда мы изучаем, там, правила какие-то, читаем, там, пятикнижи и так далее, мы касаемся Торы, но это мы только ее касаемся с каких-то, ну, граней. Направду, видите? Значит, двадцать шестой отрывок мы прочли, да? Двадцать седьмой отрывок. Ба-хи-но, шам-а-ем, шам-ани, бэ-ху-ко, хук-альп-нэй-ты-го. Когда готовил я небеса, это Бог уже говорит, да? Шам-ани, там я, то есть, через Тору проходит тот, кто создал Тору. Вот, грубо говоря, вот смотрите, давайте приведем пример. Например, я придумал, что мне надо, что мне надо посадить дерево. То есть, это начало, да? Человек придумал что-то, я хочу посадить дерево, появилось желание. Значит, ну, это немного неправильный пример, потому что, когда у меня появляется намерение посадить дерево, у меня сразу же всплывают из памяти все, что связано с деревьями. То есть, у меня уже, мир-то уже существует, и когда у меня появляется намерение посадить дерево, то это намерение, это как внутри появляется вот это желание, как пружина такая, жук, пошла пружина, хочу посадить дерево, да, желание, и у меня сразу какие-то всплывают саженцы, места, где можно купить саженцы, все, что я по пути проезжал, там сразу всплыло место, где я покупал когда-то там в горшках, ну, в горшках какие-то цветы в Израиле, там я где живу, да, тут же как бы мозг сразу, он крутит, я же сейчас нахожусь в Тиеве, так, катиш, при чем тут Израиль, он начинает крутить, где здесь саженцы, а здесь у меня вообще нету понимания, где есть саженцы, вообще нету, то есть мозг, он начинает подбирать материал для того, чтобы реализовать вот это желание, но когда Бог задумывал мир, то у него еще не было, не было материала, То есть у него вначале появилось желание, потом появляется, он же Бог, он создатель, появляется материал, то есть Юля это был первый материал, появляется материя. Потом это желание начинает формировать некую структуру, эта структура разворачивается, из этой же структуры, из этого материала берется как стволовые клетки, которые могут потом превращаться в любые клетки организма. И так оно разворачивалось, и потом Бог в эту систему всаживает человека, который по образу Бога, человек тоже творец, ему говорит, все, вот я тебе дал материал, вот я тебе дал площадку для работы, вот у тебя уже материал есть, вот тебе, как в Торе написано, он начал проводить животных перед ним, давай им название. То есть ты тем, что ты им даешь название, ты формируешь их как бы уже структуру. И появился человек сотворец, партнер Бога в создании мира. Теперь, ну это партнер Бога, это как бы Бог в нем действует, да? И задача человека действовать с Богом синхронно, и просто Богу что надо, чтобы когда я действую, я говорил, спасибо тебе Бог, что это ты действуешь в Баруха Шем, слава Богу. И не нарушать простые правила, 10 заповедей, не убивай, не воруй, не грабь, не делай зла. Одним словом, не делай зла, все, возлюби ближнего как себя, живи и радуйся, все, вот если бы все люди шли по этой простой схеме, был бы не мир, а рай, все, материала неограниченное количество, возможностей неограниченное количество, все для человека есть. Если бы люди действовали, как Бог сказал действовать, все, не было бы вообще в мире зла, был бы рай на земле, представляете? Но человек, он говорит, секундочку, значит я творец, ну ты творец, все, значит правила твои не работают, теперь я устанавливаю правила. И давай каждый, а человек же не один, их же много, если каждый говорит, я творец, я создатель, мир мой, мир мне принадлежит. И каждый нарушает правила, они начинают между собой грызть, завоевать, зло появилось, ну и так далее. То есть люди, этот мир, они как его могут улучшать, так же они могут его и разрушать. И так же каждый из нас может свой личный мир, как улучшать, так и разрушать. Значит, двадцать восьмой отрывок. Значит, здесь, когда он сделал небеса, когда он сделал небеса сверху, и все это сформировал, в общем, дальше рассказывает Тора, как сам процесс этого формирования. Но здесь Шлома Меллах, он как бы царь Соломона, он идет тоже по верхам. Потому что это все очень глубинные процессы, и он здесь не собирался это объяснять. Он просто показывает величие Торы, чтобы пробудить мотивацию к ее изучению. Но в принципе, здесь это не место для объяснения. Мишли, он вначале сказал, для чего он это написал. Для чего он написал, чтобы мы вообще разбираться в жизни начали. То есть он, это чисто жизненное. Прямо вначале, в первой главе он сказал цели. Для чего создана Мишли? Не для того, чтобы изучать географию, биологию и так далее. То есть он нам здесь объяснил, как система работает. Поэтому двигаемся дальше. Но дальше мы уже не успеем сегодня двигаться. Давайте будем дальше двигаться уже в следующем занятии. Давайте подведем итог. Значит, мы сегодня, что лично я сегодня понял. Что есть огромная-огромная система, которая существует уже там тысячи лет, может быть миллиарды лет. Смотря по какой системе ли это исчисление считать. Потому что когда Тора говорит, что мир существует в 5778 год, например, сейчас. Да? 78 или 77? Восьмой. Сейчас 5778 год. Так вот, это имеется в виду с какого-то момента. Прошло 5778 лет, с сегодняшних лет. А когда Тора говорит, что... И был... Когда Тора говорит, что вначале Бог сотворил там просто... Ну, день первый, да? Там день второй, день третий. А потом написано, на четвертый день появились светила. Солнце и Луна были только и звезды на четвертый день созданы. А как же могли быть дни до этого без Солнца и Луны и без звезд? Если все дни у нас считаются по Солнцу, по Луне, по звездам. Да как? Так вот, объясняет Натана Вейзер, есть такой профессор физики и астрономии. Он говорит, что когда Тора говорит день первый, день второй, день третий, имеется в виду не день, как день. А имеется в виду период. И первый период, день первый, длился 5 миллиардов лет. Это формирование энергии, материи, там, когда только после Большого взрыва. 5 миллиардов лет, оно просто разлеталось, но еще не было ничего сформировано. Просто был какой-то вот этот вот первоматериал, который взорвался и разлетался несформированно. Это современная астрофизика, вот это доказывает. Потом второй день. Этот материал начал формироваться, но еще не было ни звезд, ни планет, ни системы, как оно летает аккуратненько. И только на четвертый период, четвертый период длился там 2 миллиарда лет, на четвертый период начали формироваться вот эти вот очень аккуратненькие системы, там, солнечная система и так далее. То есть они все уже начали летать упорядоченно. И уже появилось более-менее, но еще не было того, кто мог время считать. И 5778 год, это с момента шабата, когда уже появился первый человек, который уже понимал всю систему, у него в голове была вся система мироздания. И когда пошел первый шабат, вот с этого момента пошел отчет. Отчет, тот, который мы считаем сегодня. Это есть книга, называется «Вначале», где профессор там астрофизики, автор сотен там работ, там почти, ну там он не Нобелевский лауреат, но где-то с этим, Натана Везер, он сводит, как написано, сотворение мира в Торе и все последние открытия, достижения астрофизики, там, астрономии и так далее. Он говорит, все совпадает вообще прямо буква в букву, слово в слово, все совпадает. И приводит комментарии там мудрецов, что прямо они об этом и говорили. О первом материале говорил Рамбан, который Юли называется, да, ну и так далее. В общем, что я понял, что есть огромная система, и при взгляде на эту систему становится понятно величие Бога, величие замысла его. И насколько, ну насколько повезло лично мне, я могу про себя говорить, что есть возможность изучать Тору и понимать, как эта штука работает, и жить в этом мире не по какой-то выдуманной какой-то системе, а жить по системе, которую создал создатель мира, и которая прямо хочет, чтобы я по этой системе шел. Вот это то, что я понял сегодня. Всем желаю прекрасного дня, насыщенного еш, да, как он сказал еще. Второе, что я понял, что тем, кто любящим Бога, он дает реальность. И все сокровищницы наполнит, я желаю всем, чтобы Бог вам дал реальность настоящую и наполнил ваши сокровищницы. Все, удачи, успехов, напишите свои выводы, поделитесь видео с друзьями, заходите на портал Ваикра, поддерживайте портал Ваикра, потому что, в принципе, портал Ваикра, Ваикра это и возвал, он как раз для тех людей, которые хотят, изучают Тору и хотят эту Тору передавать дальше. Все, удачи, успехов, Милка, Мириам, Сартиз, удачи, успехов, вот, заходите, у нас в 10 утра мы начинаем обычно, завтра я улетаю, завтра будет Эйтан, или я провожу уроки, или Эйтан, Эйтан это очень тоже знающий, знающий человек, раввин будущий, можно сказать, а сейчас пока он учится на раввина, на этого, на цадика, он учится не на раввина, на цадика, на праведика он учится. Да, все, удачи, успехов, всем пока. Пока.